Дорогие друзья, на библейский портал Экзегет прошел интересный вопрос. Как быть, если долго молишься о чем-то и просишь Бога о чем-то действительно хорошем, полезном? Вроде бы спасительным, как понимает сам человек, а Господь как будто не слышит или слышит, но не исполняет. Как быть? Очень важный вопрос. Дело в том, что Господь наш Иисус Христос, как мы в Священном Писании читаем, в Евангелии от Матвея, даже заповедовал. «Молясь, не говорите лишним, как язычники, ибо они думают, что в многословии будут услышаны. Не уподавляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Это, можно сказать, аксиома для любого верующего человека. Господь знает заранее, прежде твоего прошения, что тебе действительно нужно. Но тут хотелось бы акцентировать внимание, дорогие друзья, что Господь, будучи нашим небесным Отцом, который, вот если мы Евангелие внимательно читаем, и о птицах небесных заботится, и о полевых лилиях, и нам, людям, как раз заповедует, не заботится чрезмерно ни о пище, ни о питье, ни о завтрашнем дне и так далее, Он знает не только, что мы просим, но Он знает, что нам действительно полезно. Мы, порой, будучи людьми, мы не знаем, что нам полезно. Вот нам что-то хочется, мы это просим. Вроде бы не получаем, начинаем как бы огорчаться, так сказать, кто-то начинает унывать, у него опускаются руки, кто-то иной раз даже обижается на Бога, говоря простым таким житейским языком, перестает молиться. Но дело в том, что Господь, как любящий Отец, знает, что действительно тебе полезно. Очень мудро преподобный Макарий, один из великих отцов египетского монашества, живший в IV веке, говорил, что самое высшее благо для человеческой души – это постоянное в молитве пребывание. И Господь, зная, что это является высшим благом, иногда не сразу исполняет твое прошение. Почему? Чтобы ты как можно дольше пребывал в молитве, чтобы ты чаще прибывал к молитве, чтобы ты был в молитвенном общении. Почему? Потому что твое молитвенное пребывание в Боге является большим благом для твоей души, чем то, что ты просишь. Просишь себе здоровья или здоровья своим детям, или там какое-то благостояние, или любая-любая наша земная просьба. Но молитвенное предстояние, единение с Богом является большим благом. Именно поэтому любящий Небесный Отец, еще раз повторю, как сказано, знающий прежде вашего прошения, что вы хотите, может не давать это сразу. Преподобные оптинские старцы, об этом хорошо знают все православные люди, их мудрый святоотеческий совет, что молитва подобна капиталу, чем дольше лежит капитал, тем больше проценты. И еще есть один очень важный нюанс. Мы иногда что-то просим, обижаемся или огорчаемся, что Господь это не дает, а Господь хочет, чтобы наше сердце смягчилось, чтобы сердце стало смиренным, и чтобы в нашем сердце, как святой апостол Павел в одном из своих посланий говорит, сердце было открыто для ближних, для их скорби, для их нужды, для их каких-то потребностей. Очень часто бывает, что мы сердце свое закрываем от боли, от просьб других людей, и хотим, чтобы Господь услышал нашу молитву. Вот, пожалуй, наверное, самый такой яркий и интересный пример, который хотелось бы вам, дорогие друзья, привести из жизни современного подвижника, преподобного Паисия Святогорца. Он, по сути, наш современник, он отошел ко Господу в 1994 году. Вот когда он подвязался в монастыре Эсфигмен, будучи еще молодым послушником на тот момент, его звали Арсений, он нес послушания самые разные, в том числе в трапезные. А вообще, в общежитии, на монастыре послушание трапезника, ну, кто более-менее хоть как-то с этим соприкасался, тот поймет, о чем я говорю. Это очень тяжелое послушание. Когда ты должен постоянно служить ближним, у тебя практически даже не остается сил и времени исполнять свое монашеское правило, а монашеское правило исполнять надо обязательно. И вот преподобный Паисий, на тот момент послушник Арсений, пока все исполнял, готовил, все выполнял послушание, и только поздно вечером, перед тем, как вернуться в свою келью, исполнять монашеское правило, к нему подходит один пожилой монах того монастыря и говорит, чадо, сотвори любовь, принеси мне в келью чай. Он принес ему в келью чай. Один из более старших братьев того монастыря, на правах, как это часто бывает, старшего, обращается к послушнику Арсению с такими словами и говорит, слушай, ты не приучай его так. Знаешь, как со мной было? И рассказывает свою историю взаимоотношений с этим пожилым немощным монахом. Он говорит, жил у меня за стеной кельи. Только начинаю читать монашеское правило, он мне стучит в стену. Слушай, сотвори любовь, принеси мне чай. Принесу ему чай. Только стану опять читать молитвенное правило, он опять стучит. Слушай, сотвори любовь, принеси мне кирпич. В те времена кирпич использовали вместо грелки. Грели кирпич на печи и прикладывали его к каким-нибудь местам, чтобы согреться. То чай, то кирпич. То чай, то кирпич. Этот пожилой монах говорит, я буквально вышел из себя. Я не могу молитвенное правило совершать. Только начинаю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, опять стук. Сотвори любовь, принеси мне кирпич, принеси мне чай. Я буквально выходил из себя. И он на правах старшего, опытного, говорит это послушнику Арсению, будущему преподобному Паисию. Впоследствии преподобный Паисий Святогорец, когда уже стал действительно известным на весь мир, геронтой, и рассказывая этот случай с сестрам монастыря в Сурати, монастырь Святого Апостола Иоанна Богослова, и, качая головой, говорил, это какой-то бред. Ты обращаешься к Богу, выж Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. И одновременно говоришь, отстань, не приставай со своим чаем и кирпичом. Если твое сердце закрыто для помощи ближнего, как ты хочешь, чтобы Господь тебя услышал? Поэтому в этом, дорогие мои друзья, давайте все задумаемся, в этом тоже может быть одна из причин. Одна, не единственная, но одна из причин, что мы о чем-то просим Бога, а Господь не исполняет. Давайте задумаемся, а может быть я не всегда откликаясь на просьбы окружающих меня людей? Причем на просьбы действительно, может быть, многократные, на просьбы, в общем-то, совершенно объективные. Может быть, мое сердце закрыто для любви к ближним, может быть, я не отзывчив, и поэтому Господь, чтобы научить меня чему-то, вот такое попускает, такое, как врачебное средство. Я молюсь, и как будто Господь не слышит, не исполняет сразу. И вот этот классический пример, дорогие мои друзья, вы наверняка, все, кто нас сейчас слушают или будут слушать, подобные случаи, такие примеры слышали от многих современных опытных пастырей, которые советуют, если ты, прежде чем хочешь совершить молитву, какое-то совершить молитвенное правило, какое-то сделать доброе дело ради Господа, посмотри внимательно, сотворил ли ты любовь к ближним. Классический пример. Муж или жена, так сказать, просит, стали совершать вечернее молитвенное правило, а пожилая мама просит, сынок, сходи, пожалуйста, в аптеку, или сходи за молоком в магазин, или еще в чем-то, или жена говорит, сходи, ребенка из садика приведи домой. Или иной раз даже вообще какая-то чисто житейская ситуация. Жена просит мужа, отнеси дорогой мусор, вынеси сначала. Вот как должен поступить, в общем-то, человек, который хочет, чтобы Господь исполнил его просьбу? Как он должен поступить? Конечно, сотвори дела любви. И один из великих отцов, наставников монашества, преподобный Иоанн Лествичник, который подвязался как раз на рубеже VI-VII веков в своем вот этом замечательном, аскетическом произведении Лествица, который является буквально учебником духовной жизни для многих поколений монахов, да равно как и мирян. Вот он там пишет очень важные слова. «Молитва есть добродетель частная, а любовь добродетель всеобъемлющая». Поэтому, если мы хотим, дорогие друзья, чтобы Господь слышал нашу молитву и исполнял, давайте подумаем над тем, всегда ли я откликаюсь на просьбу других людей ко мне. Храни вас всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok